Приветствуем вас, уважаемые телезрители! На календаре сегодня 1 ноября, вторник. Начало прекрасного дня вы встречаетесь в компании Кирилла Мейстера и Анна Рзаевой. К 2020 году уровень продолжительности жизни достигнет 73 лет. Вместе с тем в Казахстане будет развита система общественного здравоохранения. Всё это будет реализовано благодаря государственной программе Денсаулок. Вместе сильнее! В стратегии «Казахстан-2050» Нурсултан Назарбаев наметил главную цель – вхождение в тридцатку конкурентоспособных стран мира. Для достижения этого уровня работает множество государственных программ в разных сферах жизни. Один из главных показателей – развитие республики, продолжительность и уровень жизни её жителей. Поэтому в Казахстане постоянно работают комплексные программы по усовершенствованию медицинской отрасли. Для того, чтобы система здравоохранения развивалась планомерно, поэтапно, мы буквально в прошлом году завершили реализацию программы «Саламат-Казахстан». И по ней у нас были достигнуты определенные результаты. Затем был проделан анализ этой программы. И сейчас мы приступили в 2016 году к реализации программы «Денсаулок-2016-2020». В этой программе были учтены те недочеты, недоработки предыдущей программы. И на сегодняшний день мы отработаны механизмы достижения этих показателей. Результаты реализации программы «Саламат-Казахстан» позволили медицине нашей страны выйти на новый уровень. В числе основных достижений – реализация национальной скрининговой программы. Высокую оценку по результатам «Саламат-Казахстан» дали эксперты Всемирного банка. Успехи достигнуты по всем восьми индикаторам. Это снижение материнской и младенческой смертности и заболеваемости. Один из ключевых пунктов – продолжительность жизни. Мы стремимся к показателю 75 лет продолжительности жизни, с хорошим качеством жизни. Этот показатель, он может быть достигнут не только силами медицинских работников, но и опять-таки участие каждого гражданина. Это влияние фактора внешней среды, условий питания, образа жизни. И вот в этой программе отражена именно вот этот вот комплексный подход к решению этой проблемы. Следующим показателем является показатель младенческой и детской смертности. Как мы знаем, что младенческая и детская смертность, она также складывается из многих факторов. Это и состояние системы здравоохранения, качество предоставляемой медицинской помощи, состояние наших медицинских организаций, но и опять-таки от внешних, так сказать, факторов. По этой причине большой упор в новой программе делается на общественное здравоохранение. С этой целью на основе санитарно-эпидемиологических учреждений создаются службы общественного здоровья. Кроме того, по принципу «легче предупредить, чем лечить» повышается эффективность оказания первичной медико-санитарной помощи. Также к основным направлениям развития отрасли относятся внедрение обязательного медицинского страхования и модернизация инфраструктуры. Последнее, кстати, будет реализовано в рамках государственно-частного партнерства. Программа в Ден Саулок является мультидисциплинарной в решении многих вопросов по достижению этих индикаторов. В реализации этой программы у нас по дорожным картам принимает участие Министерство внутренних дел, Миграционная, например, служба, Министерство образования. То есть это мультидисциплинарное взаимодействие и решение вот этих проблем в комплексе. Для реализации программы Ден Саулок будет направлен почти один миллиард тенге, а ее итоги казахстанцы смогут подвести уже через три года. Пока вы думаете, что приготовить на завтрак, мы спешим поделиться с вами лучшими рецептами. На приготовление данного блюда уйдет совсем немного времени, а сыты вы будете еще очень долго. Руслан, доброе утро. Здравствуйте. У нас готов новый рецепт? Да, конечно, у нас готов новый рецепт. Тогда мы, Санар, идем к вам. Мы торопимся на завтрак. Скажите, что мы сегодня будем готовить? Мы будем сегодня готовить горячий завтрак с багетом и с колбасками. Да, колбаски. Вау. Так, какие у нас ингредиенты? Ингредиенты у нас багет, колбаски, помидоры, черри, зелень, яйцо, творог, сметана. Или соль перец. Ну, давай, с чего начнем? С нарезания, с разрезания, с обжаривания. С багетов надо багеты с внутренностью мякошку убрать. Давайте. Вокруг, только не сломать хлеб. Помидоры черри можно нарезать кольцами. Я пока колбаски нарежу. А вы больше предпочитаете горячие завтраки или холодные? Ну, горячие для мужчины тоже хорошо. Так. Ну, тут прям удивительно есть сосиски, да? Да, сосиски смешиваются с яйцом. Будем мешать с яйцом. Так, нарезали помидоры. Этого хватит? Да, хватит. То есть два, две такие помидоринки, черри. Вот сюда бросаем все это. Мы смешиваем с сосисками. С сосисками. Потом сюда добавляем яйцо. Руслан, нам нужен будет именно кусочек мякоти или именно... Нет, наружность багет. Форма, да? Да, форма. Это будет форма у нас. А мякоть мы потом куда-нибудь используем? На следующий завтрак. Да, на следующий завтрак можно что-нибудь придумать. Но у нас сковорода необычная сегодня. Почему такая? У нас гриль сковорода, это будем как бы багет обжариваться будет с этой начинкой. Колбасками это все перемешиваться, будет заливаться внутрь багета. Она будет как бы бутерброд, только внутри. Да, давайте, это мне надо помешать. Да, вы пока занимаетесь остальными делами. А скажите, пожалуйста, а на обычной сковороде, если мы все это пожарим, будет так же вкусно? На обычной тоже так же можно. И вот еще зелень можем туда еще добавить. Ну, сохранить форму не удалось во всех трех случаях. Но на 33% я справился. На 66% даже? Нет, две сломались, одна осталась. И добавляем зелень сюда. Мне кажется, он свой багет оставил целым. Ну, в смысле, вот у нас действительно багет поменял форму сейчас. Тем не менее, безопасно готовить, да? Безопасно готовить. Давайте пока нагреем поверхность. Давайте, потом нагреем. Включим. Так, у нас все готово, в принципе? Так, это все готово, да. Вот у нас уже начинка готова. Маски, помидоры, зелень, яйцо. Все. Вы можете пока вот взять творог и сметану. Давайте. Ложки сметаны и ложку творога. Вот в чашечку добавить и размешать. Это тоже пойдет вместе с этим блюдом, да? Да, это будет вместе с этим блюдом. Значит, столовая ложка творожка и столовая ложка сметаны. Это все обжаривается. Сковородка накалилась, нальем масло. Мне прям интересно, как эти ингредиенты будут между собой сочетаться. Ты представляешь, сосиски и сметана, творог. И сосиски. Да. Это вы смешали. Хорошо. Значит, мы выкладываем багеты. Да. Вкладываем багеты. И багета. И эту начинку заливаем туда. Да, это как бы омлет, только внутри все эти ингредиенты. Омлет в багете. И то есть надо отметить, что позавтракав вот так, да, мы получим всю, наверное, норму углеводов, так называемых, быстрых. То есть это, видите, у нас и хлеб тут идет, и сосиски, и яйцо. О, не знаю, я о чем-то разговариваю, но меня завораживает процесс. Умные темы. Знаешь, когда умные темы на голодный желудок воспринимаются не очень адекватно, поэтому, когда шкварчит огонь, можно смотреть на эту вещь очень долго. Вот у нас получилось. И даже несмотря на то, что, смотри, одна сторона у нас разломилась, все равно все держится. Потому что там яйцо же, оно же схватывает. Творог, что мы делаем с ним? Этот творог, это будет как бы соус для них, чтобы они как бы сухие не были. На поверхности. Да, это вот творог возьмем, мы можем взять этот творог, положить сюда, в тарелочку сметану, и намазать. И все. Легким движением руки получается красота. Уважаемые телезрители, не знаю, насколько вы успеваете за ходом процесса, который творится у нас на кухне, но если вы делали в точности, как говорил наш шеф-повар Руслан, ну и подсказывали сонар мы, то у вас должно уже получиться вот такое прекрасное блюдо с обжаренной с обеих сторон. Да, уже есть золотистая корочка, нарезаны все ингредиенты. Похоже на грелки. Легкая размазка, на тарелочке мы добавили творог. Творог со сметаной для вкуса бургера такого горячего. Таким завтраком, мне кажется, можно удивлять, потому что подаешь, как бы, никто не знает, да, что внутри. А помидорки, мы их как-то сверху зелень украшать будем? Будем украшать, да. Это мы можем просто вот так, как бы, положить рядом, если мало будет вкуса, как бы, и петрушечки. Я еще вижу, у вас там есть ягодки сезонные. Ягодки, да, ягодки это для, как бы, чтобы кислинка была такой вкус. Ну и тимуляш, облепиха, это же кладезь витаминов. Это вот так вот. Вообще можно добавлять, мне кажется, во все... Облепиху? Облепиху, да, она же как бы... Мне очень нравится. Особенно осенью она же... Вот у нас со всех сторон она обжарилась. У нас он красивый цвет, форма держится. Яйцо пожарилось. Вот так вот. Можем его выплать красиво. Здесь с колбасками. Это большая счастливая редкость. Горячий завтрак, это наша программа. Горячий завтрак, потом можно вот, где мы намазали, посередине насыпать, чтобы можно с творогом, со сметаной... Эти пряности перемешать, и можно и кушать. Мне нравится просто безумие вообще. Друзья мои, приятного вам аппетита. Здесь добавить больше нечего. Вкусно, питательно, быстро. Ну и просто разнообразьте свой рацион. Наслаждайтесь. Отличного вам настроения сегодня. А я по творожкам. Пробуем. В Алматы прошла казахстанская неделя моды. В течение трех дней гости показов увидели коллекции «Весна-лето-2017». Организаторы 19 сезона «Казахстан Fashion Week» решили привнести новые правила. В отличие от прошлых лет, шанс принять участие в мероприятии получили только девять именитых дизайнеров Казахстана и Грузии. Отсюда и слоган этого года «С нами только звезды». В этом году был выбран такой уникальный формат. Профессионалы, которые выходят на подиум «Казахстан Fashion Week», они доказали свой потенциал, они доказали постоянный рост, поиск и свой профессионализм. Это те дизайнеры, которые выходят на международный уровень и представляют Казахстан. И я этому очень горжусь, потому что все эти годы мы работаем над тем, чтобы профессия дизайнера одежды, дизайнера аксессуаров, она была уважаемая и становилась в один уровень с теми профессиями, которые являются лицом Казахстана в искусстве, в промышленности. Первой ласточкой нового сезона стала коллекция Ларии Джакомбаевой и Алексея Джена. Творческий дуэт вдохновился блестящими фактурами 70-х годов. Линию одежды отличают яркость палитры и многофактурность тканей. Для нас это большая возможность показать свой талант, свои какие-то работы, чтобы это было оценено публикой, прессой. И естественно, чтобы это все покупалось и носилось. Модно сейчас все, все, что ваша душа пожелает. Все зависит от того, какой стиль вы выбираете. Модно яркость, легкость, цвета, модно этнические стили, модный минимализм. Тамара Ломанукаева использовала для своей линии одежды тофту, жаккард и много шифона. Изюминкой коллекции стали строгие линии с необработанными краями. В этом показе приняла участие и девушка с ограниченными возможностями, Мария Ерманова. Вместе с ней в качестве модели на подиум вышел и певец Абдул Карим Каримов. Коллекция, как всегда, наверное, читается характер мой, мой стиль. Мы сделали коллекцию в черных, серых и белых тонах. Принт был газетный, принт распечатанный. Немного женственности, немного стрит-стайла я все это перемешала. Кутюрье из Грузии Тико Ниеберидзе использовала тяжелые и легкие ткани в одном наряде. Главным элементом коллекции стала яркая вышивка. Второй день показа открыла женственная и элегантная коллекция Гаухар Ахметовой. Легкие нежные образы дизайнер дополнила вставками из прозрачной ткани. Женственность модели подчеркнули платки, закрученные в виде тюрбана. Моя коллекция была подвечена Марокко. То есть была использована марокканская тема, восточный огурец, тонкий фолк, прозрачный шифон. То есть все, что характеризует Марокко, это пояса, легкие кисти. Все было достаточно восточно. А вот Эльмира Маймерова решила поэкспериментировать. И это у нее получилось. Ерлан Желдоспек использовал в своей коллекции необычное смешение стилей. Сдержанность, вычурность, небрежный шик и комфортный крой. Все эти аспекты молодой человек взял за основу в своей линии одежды. Представил свою новую коллекцию. Она очень нарядная и из шикарных, роскошных тканей. Это шелк, велюр, шифон, шелк специальной обработки. Коллекция очень нарядная, где я попытался соединить два таких стиля, как арт-деко и бохо. Цветовая гамма – это гранатовый, цвет морской волны и всегда в тренде черный. Аида Кауменова, как и всегда, представила женственную коллекцию. Большим сюрпризом для ценителей моды стал выход на подиум «Мисс Казахстан-2013» Айда Исаевой. Темой моей коллекции, нашей коллекции, является кукла. Куклы бывают разные. Мы вдохновились великолепной выставкой, где были представлены красивые куклы ручной работы. Я подумала о том, что женщина – это тоже как кукла. И каждая кукла, каждая женщина неповторима. Джаркан Баймаханов познакомил зрителей «Казахстан Fashion Week» с коллекцией под названием «Темные грезы». Наряды выполнены из трикотажного полотна, шифона, шелка и других тканей. Образы выгодно дополнили интересные аксессуары, например, бахрома и перья. Сегодня коллекция у меня вся такая мрачная, но несмотря на то, что она такая мрачная, я считаю, что она очень летняя, теплая, очень душевная. Вдохновляюсь я всегда именно своими клиентками. Они всегда меня подпитывают для вдохновения и для дальнейшего роста. Завершила третий день показов дизайнерская линия Сергея Шабунина. Модели продефилировали под звуки камерного оркестра. На создание этих нарядов известного дизайнера вдохновил Тибет. Система круговых тренировок возникла в Америке и достаточно популярна в Казахстане. Об особенностях занятий кроссфитом расскажет менеджер фитнес-клуба Тимур Игликов. Тимур, доброе утро. Здравствуйте. Ну и первый вопрос, наверное, самый распространенный. Чем вообще в целом отличается занятие кроссфитом от, скажем, обычной традиционной тренировки или фитнеса или аэробики? Во-первых, кроссфит очень разнообразный вид спорта. Включаясь в себя несколько видов, таких как тяжелая атлетика, гимнастика, также и легкая атлетика. Программа очень удобна и тем, что за 60 минут атлет может выполнить очень большое количество упражнений, жечь максимальное количество калорий. То, что он не может сделать в фитнес-клубе, допустим, просто, либо занимаясь аэробикой. Это мы смешали все вместе и получается у нас кроссфит. Очень интенсивно, не надо придумывать программу себе на день, так как ты приходишь в кроссфит-бокс и у тебя полностью уже готовая программа вот так называемого воркаута в ЗД. Ты выполняешь его, тренер тебе объясняет, как, что делать, и вы группой в течение часа выполняете несколько кум. Но все-таки такая колоссальная нагрузка, да? А правда ли говорят, что кроссфит вредит сердечно-сосудистой системе? Естественно, надо правильно дозировать, масштабировать нагрузки, занимаясь, используя сердечные дачи и контролируя свои зоны пульса. То есть у каждого человека индивидуальные зоны пульса. Есть зоны пульса сжигания, жира, тренировка сердечно-сосудистой системы. Надо акцентироваться на них и правильно выбирать именно план тренировок. Потому что, занимаясь в анаэробном пороге, то есть когда вы уже на пределе занимаетесь, это уже, естественно, вредит вашему здоровью и развитию вашей мышечной системы. Тимур, расскажите, пожалуйста, в завершении диалога, кому вообще стоит заниматься кроссфитом, а кому, наоборот, это будет во вред, и кому это противопоказано? Вот именно по моей точке зрения и моим коллегам, кроссфит максимально подходит, естественно, для спортсменов различных единоборств, так как очень мощная силовая выносливость нужна. Также для силовых структур, так как и пожарные, и служебные, все учреждения должны их использовать. Для детей, для людей преклонного возраста, для людей с травмами, какими-то грыжами, варикозами, кроссфит нежелательен, так как очень интенсивные нагрузки, много базовых упражнений, севая нагрузка на позвоночник дается, интенсивные прыжки. То есть это основа для более прогрессивных атлетов. А простые смертные могут ли заниматься кроссфитом? Простые? Ну, естественно, это тоже. У нас, так как у нас в Казахстане очень сильный бум произошел благодаря кроссфиту, многие пошли. И людей некоторых отталкивало то, что давали первые дни сразу мощную нагрузку, люди сразу реагировали очень остро на это. Надо правильно, как я сказал, разрабатывать систему тренировок. Разные группы должны быть подготавливающие, прогрессивные. Естественно, в первую очередь улучшить сердечно-сосудистую систему, улучшить мышечный корсет. Естественно, они проходят все медицинское тестирование, чтобы тренер знал, какие недостатки у этого человека. Предназначен он также и для детей. У нас есть программы «Кроссфорс», допустим, детские. Полностью дети занимаются собственным весом, без никаких отягощений. Главное попасть к профессионалам. Да, и тогда все будет хорошо. Спасибо большое, Тимур. Спасибо большое, хорошего дня. Любой турист в память о своем путешествии желает привезти с собой частичку того места, в котором он однажды побывал. Давайте посмотрим вместе, какие казахские национальные сувениры пользуются популярностью у зарубежных гостей. Интерес к национальным сувенирам в последние годы резко возрос. Имидж Казахстана на международной арене привлекает в нашу страну все больше туристов, и они хотят забрать на память частичку Великой Степи. Отечественные магазины предлагают гостям продукцию на любой вкус и цвет. Впрочем, национальными изделиями интересуются не только туристы. Украшать свой дом или рабочее место небольшими декоративными статуэтками или картинами в этническом стиле стало модно и среди казахстанцев. Интерес к национальным сувенирам очень высокий. С обретением независимости стали популярны предметы декора, сделанные в национальном стиле и украшенные казахскими орнаментами. Такие вещи сочетают в себе современные технологии и этнический стиль. Они пользуются большим спросом. Люди с хорошим вкусом очень ценят такие вещи. Сувениром может считаться не только статуэтка или красивая шкатулка. Это могут быть и вполне функциональные вещи. Мастера порой делают обычные предметы быта с таким старанием и любовью, что они превращаются в произведения искусства. Посуда, зеркала, различные коробки и сундуки – все это может быть красивым и полезным одновременно. Сувениры можно не только дарить, их можно использовать в быту. Например, посуду в национальном стиле, чайные сервизы. Или для работы можно использовать ручки, различные шкатулки, USB-флешки, брелки. Все это сейчас делается с применением казахского национального орнамента. Но чаще всего сувениры приобретают в качестве подарка. Они могут нести философский смысл или быть просто приятным дополнением к интерьеру. Шахматы с фигурками казахских ханов и батыров, шкатулки в форме асыка или юрты – вещи с национальным колоритом уж точно будут выделяться в общей массе презентов. Цены на сувениры бывают разные, но так как это в основном подарочная продукция, чаще всего люди ищут ценные вещи, которые можно подарить уважаемому человеку, подчеркнуть его статус в обществе. Такие сувениры делаются в одном-двух экземплярах. Бывают эксклюзивные вещи. Ручная работа ценится больше всего. Это могут быть изделия как из дерева, так и из металлов с инкрустацией. Стоимость сувениров зависит от их качества и сложности изготовления. Не последнюю роль играют материалы, из которых делают эти вещи. Если сувениры выпускаются большим тиражом, то их делают на заводах. Это значительно ускоряет процесс и снижает итоговую стоимость. Особенно ценятся вещи ручной работы, благодаря дорогим материалам и труду мастера. Стоимость сувениров начинается от 800 тенге. Это пластиковые магниты, например. В зависимости от сложности работы цена увеличивается. Иногда она доходит до 2-3 миллионов тенге. Это могут быть шахматы, различные статуэтки. Они делаются из плавов различных металлов с золотым напылением. Украшаются камнями и кристаллами. Среди зарубежных гостей особой популярностью пользуются статуэтки в форме символов Казахстана, монумента Байтирека или Золотого Человека. Также они с удовольствием приобретают войлочные изделия. А вот жители нашей страны гораздо чаще покупают текстильные вещи с национальным узором, посуду и предметы быта. Одинаковым спросом у тех и у других пользуются ювелирные украшения. Их традиционно делают из серебра с использованием полудрагоценных камней. Изготавливают только вручную и в единственном экземпляре. Только тогда можно смело говорить, что это украшение на вес золота. В последние годы еще одним популярным направлением стали национальные игрушки. Такие фигурки сделаны в форме известных персонажей казахских народных сказок. Роли Салимова, Ильха Маюпов, Жанакин. Как развить самостоятельность у детей дошкольного возраста? На этот вопрос нам сегодня ответит директор детского сада Фонда образования Нурсултана Назарбаева Светлана Рыбакова. Доброе утро, Светлана. Доброе утро. Здравствуйте. Спасибо, что вы сегодня здесь с нами. Ну и первый, наверное, вопрос. Как подготовить ребенка к детскому саду? За какое время нужно начинать с ним беседовать и о чем говорить? Родителям малыша очень важно подготовить ребенка. к этому важному событию. Если ребенок маленький, то очень важно отучить его от памперса, от соски, приучить самостоятельно кушать, держать ложку, пить из чашки. И еще очень важно ребенку рассказывать о детском саде много интересного. Вот там тебя ждут твои друзья, там ты узнаешь что-то новое. Пойдем посмотрим, как детишки играют на прогулочке, там будет весело. Вот это очень важно, потому что ребенок с мамой очень тесно связан. Беспокойство мамы обязательно передается ребенку. И поэтому ребенок должен чувствовать, что он идет в место безопасное, комфортное. Там ему будет интересно, там ему будет весело. Конечно, когда вы ребенка собираете в детский сад, очень важно узнать режим детского сада, режим работы. И заранее, например, месяца за три, начать ребенка приучать к этому режиму. То есть вовремя ложиться спать, вовремя по часам кушать, обязательно прогулка, обязательно вечером вовремя ложиться спать, чтобы ребенок высыпался и приходил в детский сад в хорошем настроении. Ну и, конечно, когда вы приводите первые дни ребенка в детский сад, это совет мамам, няням, нужно приводить ребенка уверенно. И вот чтобы не было таких долгих, затяжных сцен прощания с ребенком. То есть передали воспитателю ребеночка и спокойно уходите. Чтобы малыш не переживал. Да, и говорите, что не беспокойся, я обязательно тебя сегодня заберу, все будет хорошо, поиграйся. То есть самое главное, чтобы мама или няня, тот человек, который ребенка будет приводить. Или папа. Или папа. Чтобы вот эти люди были спокойны, уверены. И вот эта уверенность и спокойствие передавалась малышу. Светлана, вот мы сейчас поговорили о детском садике. Давайте немного переместимся на лет так пять вперед и поговорим о дошкольном созревании перед поступлением в школу. Какими знаниями должен обладать вот сейчас в современном мире человек, который поступает в школу? Вы знаете, когда говорите вы о знаниях, это, конечно, то, с чем я как директор все время сталкиваюсь. Очень многие родители считают главное ребенка, научить считать, писать. То есть они ассоциируют это со знаниями, что обязательно ребенок должен много знать, чтобы идти в школу. И это ошибка, я считаю, потому что некоторые родители начинают своего ребенка готовить к школе с четырех лет. Определяют помимо дошкольного учреждения в какие-то центры по подготовке к школе, где ребенок изучает программу первого класса. Это большая ошибка, потому что самая главная задача дошкольного воспитания – это гармоничное развитие ребенка. То есть и физическое, и интеллектуальное, и социальное. И, конечно, если ваш ребенок придет и будет знать программу первого класса, но при этом отставать физически от своих сверстников, то ему будет очень некомфортно, он будет себя чувствовать неуверенно. И, конечно, вряд ли такой ребенок будет в дальнейшем успешным. Поэтому нужно на это обращать внимание родителям. И потом еще одна большая проблема. Когда ребенок приходит и знает программу первого класса, то есть его так хорошо подготовили к школе, и что он уже знает все, что будет изучать в первом классе. Ему неинтересно. Конечно, ему неинтересно. Он сидит на уроках, скучает, мешает другим. То есть это может вообще дальнейшую мотивацию к обучению полностью. Это вообще может негативно сложиться на его дальнейшем образовании. Совершенно верно. Вот это очень важно. И когда вы говорите о том, что должен ребенок знать перед школой, здесь, наверное, очень важно говорить о том, чтобы вовремя ребенку прививать самостоятельность. Вот. И с какого возраста мы начинаем, собственно, обучать детей самостоятельности? Знаете, хочу начать с того, что я очень часто наблюдаю довольно взрослых детей, которые не умеют делать элементарных вещей. Завязывать шнурки, да. Зашнуровать ботинок, совершенно верно. Одеться самостоятельно. По той причине, что взрослые просто не дают возможности проявить ребенку самостоятельность. То есть предвосхищают каждое действие ребенка и выполняют за него все. Тем самым, конечно, воспитывая инфантильную личность. А вот, предположим, у нас в нашем детском саду, а мы принимаем детей с двухлетнего возраста, у нас есть программа «Навыки практической социальной жизни», которая внедряется с двух лет. И само название этой программы «Навыки практической социальной жизни» говорит о том, что мы малышей учим важным навыкам, которые им обязательно пригодятся в дальнейшем. Начиная от самых простейших, умение обслуживать себя в быту. И заканчивая правилами этикета. То есть чем раньше начинаете обучать ребенка самостоятельности, тем успешнее ребенок будет в дальнейшем. Девиз нашего детского сада звучит так. Помогая ребенку быть самостоятельным, мы помогаем ему стать успешным. Это слова Марии Монтесори. Кажется, выбрали детский сад для твоей доченьки. Безусловно. Спасибо вам огромное и хорошего дня. Астана. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok